Всем привет, с вами Хэппи Вульф. Сюжет про фильм Dead Silence я планировал еще летом, собственно, когда вы мне его посоветовали посмотреть, но сюжетному видео он не удостоился, так как, по моему мнению, это не самый удачный фильм. Давайте я попробую объяснить почему. Козырь данной ленты это марионетки. Режиссер фильма, к сожалению, не помню его имени, решил зайти чуть дальше. Взял и словал фильм ужасов из этого. Само собой, страшные манекены и страшные куклы это уже не в новинку, и это настолько заезженная тема, что по ней можно вагонетки катать. Все это еще до 2000 года снималось десятками, и самый известный фильм, пожалуй, это про того самого Чаки, которого я целиком так и не досмотрел. Хотя мне фильм жутким не показался. Поскольку это мини-сюжет, то вот краткий пересказ того, что я увидел. Главный герой фильма, его зовут Джейми, оказывается в полной заднице, потому что от неизвестного адресата ему приходит посылка, в которой лежит не самого лицеприятного вида марионетка. С виду обычная, но на самом деле это самый настоящий пиздец, от которого скоро начнут умирать люди. Но дело, как окажется, не столько в самой кукле, сколько в злом духе, который никак не может упокоиться. Да-да, я знаю, сколько раз вы уже слышали подобную историю, я сам на этом моменте хотел выключить, не засмотрев до конца. Ближе к делу. Самый первый, от рук непонятно чего, помирает жена Джейми. Каждая жертва духа моментально изменяется в лице, и рот начинает напоминать сильно искаженный рот марионетки. Это единственное, что в фильме действительно сделано пугающе. Главный герой, конечно, думает, что это все заколдованная кукла виновата, ибо кто, как не деревяшка, могла убить его жену, верно? И с этого момента начинается бесконечная история, в которой нам с вами предстоит докопаться до правды и узнать, что же случилось. Для этого главгероя нужно приехать в свой маленький родной городок, который находится в какой-то жопе мира типа Сайлент Хилла, дабы встретиться с своим отцом и разузнать, что да как. В конце концов, пройдя кучу квестов, побывав везде, где только можно, Джейми узнает, что его жену убил злой дух, о котором я рассказывал ранее. При жизни эта сущность была известной чревовещательницей со своим кукольным театром, блэкджеком и так далее. И на одном из ее представлений маленький мальчик усомнился в правдоподобности шоу и сказал, что кукла говно. У той дамы, естественно, бомбанула, и она, отловив пацана на улице, сделала из него марионетку. Посмертно. Об этом мы узнаем, правда, в конце фильма, ну ладно. Короче, мирное деревенское сообщество обвинило в пропаже мальчика ту самую женщину из театра, ну вообще правильно сделали, и без суда и следствия ее попросту линчевали. Душа опять не упокоилась, откуда-то взяла демоническую силу и теперь беснуется то в загробном, то в реальном мире под псевдонимом Мэри Шоу, попутно вырезая маленьких детей и не только их. Кетч Прайс злого духа – это вырывание языка у любой жертвы, которая закричит. То есть, если перед вами предстанет страшная хреновина и вы молчите, то все ок, заорете, до свидания. Достаточно интересный ход, надо сказать, но чтобы вытащить фильм, этого недостаточно. Главный герой не в восторге от подобных историй и начинает копать дальше. Он находит тот самый заброшенный театр и видит, что все сто кукол Мэри Шоу, которые были погребены под землю вместе с ней, вылезли на поверхность и сидят себе спокойно в стеклянных футлярах. Ну, Джейми после разговоров и баталий с духом берет и устраивает фаер-шоу, после которого весь театр и куклы нахуй сгорают. Точно так же поступил герой фильма 1408, спалив свой номер в отеле. Суперфинал фильма, которым так валились сценаристы, представляет из себя следующее. Джейми приходит домой к своему отцу и оказывается, что то ли его жена, то ли его служанка, короче, какая-то женщина, которая жила вместе с ним, превратила батю в марионетку. Ставила ему вместо позвоночника деревянную палку и ловко так им управляла. Ну и, конечно, угадайте, кто в эту женщину вселился. Дух Мэри Шоу, конечно. Нам показывают нарезку из кадров, где все, что я вам сейчас перечислил, наглядно иллюстрируется. От этого главгерой хватается за голову и орет, что это за дерьмо, после чего злой дух, расценивая этот вопль как крик, попросту вырывает язык. Главный герой погибает, все погибают и на этом фильм заканчивается. Что я могу еще сказать? Фильм в прокате провалился. При бюджете в 20 миллионов долларов он собрал всего 22. То есть это вообще не дело и картину не оценили. Фильм считается успешным, когда он набирает сумму вдвое большую, чем затратили на съемки. Потратили 100 миллионов, соберите 200, а лучше 300. Я даже не знаю, чем вызван такой провал, потому что из Dead Silence специально вырезали особо жестокие моменты, дабы на него не налепили стикер 18+. Сама идея с марионетками фактически беспроигрышна. Например, в инди-хоррорах обычно используют манекены. Они там передвигаются, пока вы на них не смотрите, и это вызывает дискомфорт. И даже сам фильм поначалу интригует просто великолепно, но ближе к середине, когда мы узнаем про какой-то летающий дух, про детей, которых он убивал, думаешь, ну ё-моё, а? Как в хижине в лесу сделали? Лепят две разные истории в одну, и лично мне это не нравится. На мой взгляд, это сделано, чтобы нам рассказать более ветвистую историю, мол, за Буратинами скрывается нечто больше, ими управляют кто-то, бла-бла-бла, а вот просто сделать агрессивно настроенный манекен мы не можем, потому что это слишком банально. Но иногда лучше сделать банально, чем перегружать сюжет так, что он по швам начнёт трещать. Ладно, я думаю, вы поняли, что я имел в виду, и как итог скажу следующее. Dead Silence это фильм максимум на один раз, или даже на пол раза. Ну просто смысла пересматривать нету. Я обычно говорю, что, даже зная концовку, хороший фильм всё равно стоит посмотреть, но только не в данном случае. Я не стану вам рекомендовать фильм «Мёртвая тишина», но если вдруг вам приспичит посмотреть фильм про кукол, то можете глянуть. На этом, я думаю, можно закончить. С вами был Хэппи Вульф, как всегда спасибо за просмотр, до встречи!